2021 год 2021 год был годом больших достижений для проекта струнного транспорта. На лёгкой линии в Шарджа тропический Юникар совершил первые поездки с пассажирами на борту. В центре «ЮСТИ-ИНК» в ОАЭ началось строительство четырёх анкерных опор для первых тяжёлых трасс. На новых трассах струнный транспорт впервые покажет скорость свыше 150 км в час. В ОАЭ прошла сертификация струнного транспорта. Международные эксперты подтвердили, что технология соответствует мировым требованиям надёжности, безопасности и долговечности. Сертификация помогает проекту выходить на новые рынки и упрощает сотрудничество с заказчиками по всему миру. В Шарджа также прошли первые испытания грузового струнного транспорта. Осенью лёгкая трасса в центре испытаний получила разрешение властей Эмирата на демонстрацию и тестовую эксплуатацию. Выставочная версия высокоскоростного струнного транспорта теперь находится в специальном павильоне центра USD Inc. в Шарджа. В конце года изобретатель струнных технологий Анатолий Юницкий объявила подписание первых четырёх контрактов на адресные проекты. Это лишь часть масштабных достижений, которые помогают струнным технологиям выйти на мировой рынок. Это лишь начало прогресса, частью которого может стать каждый. Можете стать и вы. Вот такие прекрасные достижения, дамы и господа, мы с вами делаем вместе. Прям провозглашаем. Творим, как творцы в этот мир, всё самое новое и лучшее. С компанией SkyWorld Community. И сегодня ролик действительно классный, Николай. Здравствуйте, приветствую вас сегодня в этот прекрасный весенний день, хотя у нас всё завалилось снегом, как будто полноценная зима. Прям всё в снегу, всё. И лес абсолютно всё белое, хотя сегодня 6 апреля уже. И буквально вчера светило солнце, шёл дождь, лил град, шёл снег. И всё это 5-6 раз за день прокрутилось. Но новости, которые сегодня вы увидели и мы увидели, они действительно согревают. Ведь мы осуществляем революцию в транспортной отрасли, при том, что это делаем действительно мы, обычные, простые, любящие эту планету и эту жизнь люди. И кто бы мог когда-то подумать, что просто люди без государств, без крупных корпораций, без банков самостоятельно могут делать настолько огромное дело. И уже подходить к самому завершению. 14 этап мы заканчиваем с вами из 15 в таком невероятно огромном деле. Представьте, у нас 8 миллиардов человек, кто-то определённый владеет большими маслами средств, а мы всего полмиллиона человек, маленькая частичка, и можем сделать просто грандиозные изменения в этом мире. Тем более мы подходим уже к самому концу. И, дамы и господа, конечно же, изучите то, что рассказал нам наш генеральный конструктор, генеральный инженер Анатолий Эдуардович Ницкий о наших итогах 2021 года, как сильно мы продвинулись вперёд и как много успехов мы сделали про первые, самое главное, наши адресные проекты, которые уже эти коммерческие проекты, эти контракты реализуются. И скоро мы будем узнавать об их успехе, об их местоположениях, потому что сейчас всё ещё засекретено, чтобы никто и носа не мог подточить и что-то нам испортить, потому что мы вышли на финишную прямую. Уже те сертифицированные технологии, которые у нас есть, уже жаждут другими, так скажем, очень востребованы другими государствами и другими людьми, которые понимают толк в инновациях и понимают, что да, этот проект действительно лучший, лучший, представляете, мы сделали лучший вид транспорта, и мы сделали это вместе. Давайте познакомимся, дорогие друзья. Меня зовут Артём Курбанов из города Даугавпилс, из Латвии я. И всю жизнь старался делать мир лучше, и делал его, растил свои масштабы, но когда встретил краудинвестинг, когда встретил народное финансирование, когда понял, что люди объединяются для того, чтобы делать что-то супер грандиозное и действительно разворачивать русло движения инноваций, русло движения истории, сначала мне показалось, что это невозможно, а сейчас, после пяти лет работы со всеми этими людьми и поняв, что да я такой же, а когда нас много, мы действительно можем всю планету менять. Дамы и господа, нас, когда будет несколько миллионов, мы сможем изменить нашу планету в сторону рая. У нас Эдемский сад будет с помощью экологии Анатолия Эдуардовича. Но до этого сначала мы заканчиваем первый проект, и уже очень скоро будем начинать новые. Об этом вы узнаете из вебинаров наших членов правления Алексея Суходоева и Владимира Маслова, потому что они потихонечку проливают свет на то, что у нас уже в скором времени запустится. Ведь наш проект, наш транспорт, он практически уже реализован. Еще какое-то время это займет, потому что сейчас мы делаем самое важное. Скоростные трассы и крупнопассажирские, очень тяжелые грузы, то есть самое такое уже тяжелое, дорогостоящее, что как раз было оставлено на последний 15 этап. Но мы уже чувствуем прям и понимаем и мозгом, и аргументами, что у нас все получилось. Уже получилось. Так что двигаемся дальше. И для тех, кто сегодня пришел сюда, главная задача понять и поделиться, какими же деталями этот проект и эта технология настолько важна и полезна, что объединилось полмиллиона человек и сделали такое важное дело для всей планеты. Из собственных ресурсов, затрачивая собственное время, самый главный ресурс невосполняемый. Поэтому, дамы и господа, садитесь поудобнее, присаживайтесь, располагайтесь, включайте все ваше внимание, потому что то, куда направлено ваше внимание, то и растет. И вот эти основные побуждающие факторы могут взрасти от полученной сегодня вами информации. Поэтому, если вас что-то из этого интересует, вы точно сможете применить информацию о нашем проекте и нашей технологии во благо. Ведь нас 8 миллиардов человек. Самая движущая и мощная сила на нашей планете. Люди, человечество. Мы расселились по всей планете. И, конечно же, это произошло с помощью транспорта. С помощью транспорта и технологий, которые мы производим. Это наше детище. И сейчас, как и раньше, с появлением каждой новой, действительно уникальной, важной, революционной технологии, мир будет изменяться до неузнаваемости. И так произошло, когда появилась виртуальная реальность интернета и гаджета. То есть пятый технологический уклад – тот мир, в котором мы живем. Где все происходит быстро. Мы пересылаем гигабайты информации мгновенно, деньги мгновенно, по видеосвязи мгновенно, без задержки уже разговариваем, даже с другим континентом и с другим уголком нашего шара. Но мы пока еще медленно передвигаемся. Наши грузы и сами мы, пассажиры, мы передвигаемся медленно, дорогостоящие, а в некоторых местах даже очень опасно. То есть это как раз та ситуация, которая сильно изменит наш мир в сторону изобилия. Сможет уменьшать дефицит, даст новые возможности, даст больше изобилия. Мы будем тратить меньше по всем характеристикам. А получать больше, а значит у нас на всех будет больше всего. Что явно уравновесит состояние в мире и сделает нас более благополучными, более богатыми. Привнесет больше изобилия в нашу жизнь. И сейчас вы именно перед такой технологией. Ведь посмотрите, что сделали эти технологии. И это наш мир сегодня. И подумайте при их росте, при том, как они стали мощны. Хотели бы быть частью этого развития. То есть понимая, я могу сделать мир этот гораздо лучше, гораздо быстрее, гораздо эффективнее, дать больше благополучия, изобилия, удовольствия и пользы в этот мир. Я уверен, что каждый из вас хотел бы эти понятия, эти вещи, это влияние привнести. Так вот те люди, которые были в основах, те, кто начинали продвигать эти технологии, технологии, эти компании, они действительно это сделали. И при этом они в награду за их дальновидность, за то, что они изучили вопрос, когда еще ничего не было понятно, и большинство людей на планете даже не понимало, зачем это нужно и как это работает. Они вложили немножко своего времени, внимания, своих ресурсов для того, чтобы это что-то развилось. И теперь они явно на коне, все эти люди. Но мы с вами в прошлое вернуться не можем, пока еще, чтобы поучаствовать в этом. Но мы можем участвовать в будущем этого. То есть мы можем в нашем технологическом будущем поддержать друг друга, поддержать самые лучшие инновации, которые действительно аргументированно улучшат наш мир. И именно поэтому мы сегодня встретились, чтобы увидеть аргументы про то, как мы улучшаем этот мир и как мы делаем это вместе. И награда, конечно же, это огромная, ведь эта инфраструктура гораздо больше, чем все предыдущие, которые вы только что видели, пятого технологического уклада. Ведь мы делаем новый технологический уклад. Революцию в транспорте, при том, что у нас будет гораздо шире эта ветка, ведь это не только транспорт, не только транспортные средства, это электромобили, это дороги, это станции, развязки, это коммуникации между городами. А дальше с помощью новых технологий Анатолия Эдуардовича это еще и эко-дома, эко-поселения, линейные города, новые виды энергетики, полная экология и создание с помощью гумуса рая на нашей планете, на нашей общей планете, в которой мы являемся лишь одним видом, одним семейством из 12 миллионов видов. Просто мы самые влиятельные. И сейчас, объединяясь, мы делаем будущее на нашей планете. Ведь посмотрите, насколько это прекрасно, когда нетронутая практически наша природа полностью цветет, без всякого вреда, а у нас есть самые лучшие показатели наших технологий, самая высокая скорость, самое многое и чистое электричество, самые быстрые передвижения, что грузы, что пассажиров. Мы минимум ресурсов на это тратим, минимум за это платим, а получаем только большее, лучшее. И все это наше с вами. Мы еще за это и получаем наше вознаграждение. Дивиденды с этого прекрасного транспорта, с этой технологией. Ведь не получилось бы международную, планетарную технологию создать просто одному человеку, либо компании. Но люди, объединившись вместе, смогли это сделать. И всех благодарность затронет, кто хочет творить в этом мире, кто хочет быть действительно творцом. Ведь транспорт, каждый пользуется транспортом, даже есть у него собственный или нет. И если мы его рассмотрим, у нас много видов транспорта, но они все неэффективны для 21 века. Например, плавать недели, месяцы, да у нас сейчас все вот так вот, в секунду происходит. Каждый день меняются такие невероятные вещи. А мы тут неделю плывем из одной части мира в другую. Представляете, выплыл, начал плыть, была одна ситуация в мире, приплыв через неделю, а у нас уже все поменялось. Не вариант такое передвижения. Все должно быть в течение одного дня. Быстро, можно сказать, мгновенно. И наши технологии подходят под это. И даже если мы посмотрим на самый быстрый, якобы, транспорт, то мы прилетаем, приезжаем в эти аэропорты, тратим очень много времени, чтобы до них добраться. Они всегда где-то за городом ради безопасности. Там пока поставишь машину, пока выгрузишь, дашь багаж, пока пройдешь регистрацию, пока подождешь. Это подготовка, заправка этого самолета, который сжирает огромное количество ресурсов, топливо, портит нам воздух вокруг. И занимает такое пространство, и такие ресурсы невероятные. Не подходит это человеку 21 века, при том, что не просто я говорю, «Ай, давайте выбросим все, что не нужно». Нет. Есть альтернативы, которые более разумны. Стоит только их рассмотреть. Поэтому могу с точностью сказать, давайте потихонечку отходить от ненужного нам и приходить к необходимому для нас. И даже, можно сказать, к возможному и самому полезному. Ведь если мы рассмотрим главное наше передвижение, и оно происходит по поверхности Земля, самое распространенное, потому что не все летали. Я недавно начал встречать людей, когда задался этим вопросом, которые никогда не летали, которые только земным транспортом, а некоторые даже боятся летать. И можно сказать, что не всегда и безосновательно. Но главный путь – это первый уровень. Первый уровень – наша Земля. Там, где все живое, там, где все цветет и растет. Но она всюду перерезана какими-то железными балками, какими-то шпалами, насыпами. И везде смотришь, там заболоченное место, там наводнение. И это все наш первый уровень, который стал очень небезопасным. Хотя, например, как железная дорога, она уже выполнила все. Она 150, 100 лет назад она была полезной. Даже 50 лет назад она еще была полезной. Но сейчас ее польза по отношению к вреду, она прям начала сравниваться в одну и ту же линию. Потому что средняя скорость с учетом погрузки и разгрузки 15 километров в час. Ну подумайте. То есть, моя главная задача – показать, что это касается каждого. Каждый человек участвует в передвижениях в мире. И что, если другие не собираются это менять, раз это чей-то бизнес, при том, что это самый дорогостоящий бизнес, транспортный, и самый коррумпированный. Поэтому кто-то не хочет менять то, что у него уже в руках работает. И только люди, поскольку они главные потребители этого продукта и услуги, могут это изменить. И, конечно же, больше всего нам нужно поменять автотранспорт. Потому что это самый опасный, самый вредоносный, хотя был и самым полезным. Но теперь он просто останавливается. Ведь посмотрите, как много дорог. И все это на первом уровне. А машин еще больше. В мультимиллионниках, там, где 20 человек, 20 миллионов человек, там 20 миллионов машин бывает. И все это уже не поддерживается скоростью. Потому что с такой загруженностью этих дорог. То есть, либо у нас должны быть везде только дороги, и тогда будет более-менее разгружено. Но тогда не будет жизни природы. Либо надо сделать меньше машин. Но тогда дороги все равно опасные перерезают, а машин мало, и этого не достает. То есть, мы видим, что все транспортные отрасли, которые есть, они более не подходят для человека 21 века. Поэтому мы и можем это изменить. Поэтому Анатолий Эдуардович, наш гениальный ученый, увидел это при нашем развитии еще 40 лет назад, что необходимо менять технологический вектор нашего развития. И вначале вы видели в первом видео ГИТЭКС, выступление Анатолия Эдуардовича в прошлом году на ГИТЭКС в октябре, где он представил потрясающий фильм на 24 минуты, который четко описывает наше человечество, наше детище, технологию, как она развивается, и в какую сторону ее стоит повернуть. И не просто он предположение дает, а он прям дает конкретный план, который мы с вами, дорогие единомышленники, уже начали и отлично запустили. Ведь нас 8 миллиардов человек. И мы будем развиваться. И мы увидим, и уже видим, все больше и больше людей просыпаются и видят, что наши города не подходят для места жизни. Нельзя здесь жить. Не похоже это на природу, не похоже это на что-то живое. И транспорт, которым мы пользуемся в этих городах, он перестает просто выполнять свою функцию. Сейчас пешком или на общественном транспорте, иногда, подземном, например, гораздо лучше и проще, чем по поверхности планеты, на том же автобусе, трамвае, троллейбусе либо собственном автомобиле. Мы просто начинаем стоять в наших городах. Скоро действительно велосипедисты заполонят мир, потому что это, во-первых, экологично, во-вторых, быстрее. Кто бы мог подумать, что велосипедисты могут быстрее добираться до места, более, так скажем, лучший путь, быстрый и гибкий выбирать, чем на автотранспорте. Ведь даже уже в маленьких городах мы видим, насколько перегружены наши пути. Хотя мы же там и живем. И это, посмотрите, какие муравейники выстраиваются, и главным образом из-за транспорта, из-за его недостаточной скорости и логистики. Ведь если бы у нас был более быстрый транспорт, либо более гибкая и лучшая логистика, нам не пришлось бы жить вот в этих вот муравейниках. Мы могли при большей скорости жить дальше, а при, и так же самое из-за логистики. Была бы лучше логистика, мы быстрее доходили до нашего места, добирались, не было бы пробок, получается, и тоже было бы быстрее. То есть мы бы могли не сбиваться в самый центр, повышая цены на все, на каждый квадратный метр жилья, на каждый квадратный метр магазинов, а значит, на каждый товар, на каждую услугу, на все. То есть просто мы за то же самое платим дороже. только из-за того, что наш традиционный транспорт уже несколько десятков лет не хотят менять, не хотят смотреть в сторону инноваций. И только наше с вами дело и возможность, дамы и господа, изменить это. Только люди могут взять на себя эту задачу, потому что только они заинтересованы действительно, чтобы это изменить. И мы можем это изменить. Ведь города развивались от скорости. Чем больше скорость, тем больше может быть город, чтобы с одной стороны до другой за один день доехать, чтобы посередине где-то не оставаться на ночевку. Это огромная трата времени, средств. А мы, вот скорость, вот за день можно проехать столько, значит, такого размера и город развивался. Это естественная логистика, которая просто происходила. Но сейчас мы же можем делать скорости 200, 300, 400, 500 километров в час. Вопрос только, как сделать так, чтобы все могли пользоваться этой скоростью. Не только какие-то единицы. И так, чтобы уже существующие города не нужно было просто выселяться из них и заезжать новые, а чтобы можно было помочь и старым городам, и новые строить по новым технологиям, как, например, в Индии Smart City с умными городами. Они точно должны быть связаны с новым транспортом. Но и про наши существующие нельзя забыть. И представляете, наша технология струнная, которую мы уже почти завершили, ее можно строить в любом городе. В любом уже существующем городе, с любой инфраструктурой, с любым рельефом можно поставить наши транспортные дороги, и они полностью изменят и логистику, и скорость перемещения, разгрузят дороги, разгрузят загазованность, сделают более эффективными, при том, что потратятся гораздо меньше ресурсов, чем даже ремонтировать старые или как-то их реновировать. Минимум ресурсов. Насколько разумен наш генеральный конструктор, что смог за десятилетия создать просто наилучший вид транспорта, чтобы не делать вот все, что вы видите сейчас на экране, потому что это же никуда не годится. Ну как можно строить так дорогу? Как много ресурсов? Вы представляете, мы же еще за это и платим, как народ. С наших налогов создается все вот это. А кто-то еще, скорее всего, и ворует с этого дела. Мы позволять этого не будем. Мы здравомыслящие существа, творцы, и мы будем творить новую реальность, которая действительно подходит для творцов. А для творца что? Наилучшие возможности, наилучшие характеристики максимально быстро и тратить минимально ресурсов наших и планеты. Представляете, так вся наша технология струнная подходит под эти описания. Следовательно, мы действительно можем жить как творцы, раз все подходит. Стоит только поизучать, как это работает. И у нас будут абсолютно новые виды каждое утро и каждый вечер из окна. Не вот этот вот вид нашего соседа, который пьет кофе а поутру курит рядом с вещами, которые сушатся, потому что все вот так вот сбито, как в муравейничке. Мы сможем даже уже с той скоростью, которую мы сейчас сертифицировали и уже по которым у нас первые адресные проекты строятся, мы сможем жить в пригороде. и со скоростью, только представьте, 150 километров в час абсолютно без пробок и даже в правильной логистике, если делать, чтобы не было промежуточных станций, а ты просто здесь садишься и твой транспорт небольшой едет именно туда, куда тебе нужно, без остановок. Но это что? А 500 километров в час, то есть ту главную скорость, которую мы сейчас сертифицируем. и ради чего мы сейчас больше всего собираемся и информируем других людей? Для того, чтобы как можно скорее закончить 15 этап, чтобы люди помогли революции, эволюции технологии совершиться как можно скорее и получили еще огромные выгоды. Совладение данной технологией с потрясающим вознаграждением за их дальновидность и открытость их представления, ума, внимание. 500 километров в час может дать нам возможность жить за городами, жить в полной природе, в полной красоте и максимально быстро, добравшись до ближайшей станции, 500 километров в час перемещаться в другой город. Даже мы можем в один день работать в другой стране или в нескольких странах и в этот же день возвращаться к себе домой в эту красоту. Вы представляете уровень вообще, как себя чувствует организм, настроение, ваше воображение, уверенность в себе и в жизни своей, когда вы вокруг всегда в природе, всегда в наслаждении. Вы всюду успеваете, вы в полной экологии и при этом у вас жизнь цветет и пахнет. Потому что все дела сделаны. Ваши возможности раскидываются на сотни, на тысячи километров в разные стороны. То есть это супер изобилие для каждого человека, для каждого. То есть мы делаем это не только для себя, для всех живых существ, для всех людей и также получают плюсы и вся природа вокруг нас. А города из мультимиллионников будут посекундочку рассыпаться и расслаиваться в разные стороны. Потому что людям всем теперь хватит места и не обязательно будет жить в этом муравейнике, можно будет жить вдалеке, в полной тишине, в спокойствии, в том, что вам хочется. И этот выбор будет как у Творца. Что вы хотите, то и получите. Вот так это будет выглядеть сейчас, если мы ничего не сделаем. Потому что оно сейчас так уже выглядит и улучшений не наблюдается. Потому что даже скорость транспорта и новый электротранспорт все равно в большинстве участков мира будет забито все и пассажирами, и транспортом. И представьте, когда вокруг тебя постоянно идут пассажиры, какая скорость может быть у транспорта? Проще тогда уже пересесть обратно на лошадей, потому что одна лошадка справляется с потрясающим огромным грузом. Что толку тратить так много энергии, топлива, чтобы перевозить какие-то грузы, когда можно делать это экологические способы? Раз скорость все равно пешеходная, раз повсюду пешеходы. То есть такая позиция, как вы видите сейчас во многих странах и даже туда мы сможем прийти с вами. Наши технологии смогут прийти в страны, где финансовое положение не очень хорошее, либо даже плачевное. И представляете, если уже существующий транспорт прям с развитой экоструктурой, уже готовая, не может позволить таких цен, которые могут позволить мы, наша новая технология. технология, потому что она настолько разумно сделана, что она действительно подходит для любого участка нашей планеты и даст огромный плюс, огромный экономический эффект, огромные возможности каждому человеку, занимая минимум ресурса и давая максимум безопасности, максимум эффективности. Что может быть лучше? По-моему, прям точно в виде и в параметрах творца. взять минимум, дать максимум, чтобы всем было хорошо, всем была польза. Спасибо Анатолию Эдуардовичу. Он действительно творец своего времени. Он действительно божественный человек, потому что как одна голова могла создать так много пользы совместно и так много понять? Ведь он тоже понимал, зачем это необходимо создавать. То есть он увидел проблемы, которые были и начал создавать. Ведь, например, автотранспорт, он перестал быть эффективен и он понимал, это ведется в ужасную сторону. Нам этот транспорт первого уровня, тем более на двигателях внутреннего сгорания, нужно точно убирать. Полтора миллиона человек погибают только в год. Десять миллионов инвалидами становятся. То есть самый полезный как бы транспорт самым опасным стал. И он свое время, свою энергию, хотя его никто не просил. Он просто сам понимал, что это нужно нашему миру. Как и вы сейчас можете понять, насколько вся технология уже создана, необходимо нашему миру и просто стать частью этого. Хотя бы нести молву о том, что такое существует, чтобы люди могли притягиваться, изучать, образовываться, становиться умнее, мудрее и изменить наши города, изменить жизнь. Представляете, мы теперь вместе можем жизнь изменить. вот что значит быть творцами, кооперацией творцов. Sky World Community, комьюнити небесных людей. С одной стороны, можно подумать, что мы мечтатели, так мы уже вот сделали, так что аргументы точно показывают, что мы деятели, а не мечтатели. И ведь давайте посмотрим, какие наши города. Они всюду заставлены машинами, везде бетон, везде мертвая структура какая-то. А мы-то живые и на первом уровне хочется быть-то живыми и хочешь, чтобы вокруг тоже было живое, раз мы жизнь. И как бы кажется, какие изменения нужно сделать, чтобы это стало правильным, полезным, приятным. А если задуматься на новые технологии и посмотреть, то на самом деле все просто. Ведь смотрите, полезная работа, главное транспорта, переместить пассажир или груза. И сама полезная работа это груз и пассажир. И его перемещение с одного места на другое. Если мы убираем, неважно, как его перемещать, то уберем машины и получится вот, гораздо меньше места, гораздо меньше ресурсов можно затрачивать, потому что, чтобы двигать человека в машине, больше всего энергии уходит на движение самой машины, а не человека. То есть, если это обработать, то можно сделать огромные изменения. Например, как сейчас в Европе модно и популярно, три электроавтобуса. Представляете, такую же самую полезную работу, просто чуть с другими технологиями и новой логистикой, ничего тяжелого, ничего сложного, все уже давно известно человечеству. Просто за это должны взяться люди. Тогда это перестанет быть чьим-то коммерческим бизнесом, потому что мы будем делать для пользы, для себя, а не для, чтобы кто-то зарабатывал деньги. хотя каждый из нас из-за этой пользы, ускорения, безопасности и лучшей логистики, мы все будем и зарабатывать больше, мы все будем получать больше, хотя мы просто делаем лучше. Смотрите, мы делаем лучше, а получаем больше пользы. А делали просто лучше, просто смотрели в корень и делали максимальное качество, которое сейчас можно. Но если вот как раз смотреть максимальное качество, даже один легкий поезд может всех 200 человек, ну-ка еще раз на предыдущий слайд, 177 машин. Оп, один легкий поезд. Вы представляете, насколько логистика может быть улучшена? И если такой транспорт внутри города не как у нас, где-то 40, где-то 50, где-то знаки 30, где-то, конечно, 70 и 90, а мы тут со скоростью 150, а потом будут улучшения, мы сможем больше 150 двигаться, главное правильное ускорение и правильное замедление, чтобы было комфортно для пассажиров. И мы можем передвигаться, но если застряло в логике, например, автобус и машина по первому уровню, есть какие-то блоки, развязки, все на первом уровне. Представьте, что наш транспорт двигается в любых направлениях, на любых высотах, хоть по диагонали через весь квартал, хоть так, хоть так, хоть через это здание трассы идут и на разных уровнях, то есть в любом направлении могут строиться дороги, очень быстро, минимум ресурсов, минимум средств наших налогоплательщиков, то есть мы участвуем, мы изменяем, чтобы в наших государствах в правильную сторону направлялись средства, и причем это идет в ту компанию и в тех строителей, не которые коррумпированы, потому что это наше все, а мы не коррумпируем, мы для себя делаем, для своих детей, мы делаем максимально эффективно, а значит будет максимально быстро и максимально качественно, и то есть наши, даже уже существующие города, смогут быть обустроены новым видом транспорта, который сначала придет на помощь, а потом и вовсе начнет вытеснять другие виды транспорта, просто за их неэффективностью, мы же сейчас не хотим поменять нашу прекрасную плиточку, где все есть, и GPS, и фотография, и календарь, и записная книжка, и все, на пейджер, например, или на телефон, который привязан к нашему коридору, где нужно крутить и долго крутить барабан и долго набирать номер, и разговаривать только из этого коридора, мы не двигаемся назад по нашим технологиям, мы выбираем лучшее, выбираем лучшие новые технологии, и как правило, они связаны с эко, потому что новые технологии, которые вредоносны, мы все-таки со временем либо сразу отвергаем, отбрасываем их, и возвращаемся к может и старым, но более эффективным и полезным, поэтому у нас с вами и новые технологии, и более эффективные, и более полезные, и все это струнный транспорт, транспорт, который именно людям и принадлежит, представляете, вот такие трассы и вот такие вот станции, маленькие, вообще, не чуть-чуть нужно место от нашего города, можно это и часть здания сделать и так далее, мы приезжаем сюда, приходим сюда, набираем, куда нам нужно, в течение нескольких минут садимся в, можно сказать, практически личный транспорт, потому что буквально несколько единомышленников, как и мы, едут именно на ту остановку, например, через 10 станций, и мы, садясь в этот транспорт, полностью свободны, нам не нужно вести, никакое слезение за безопасностью, мы либо отдыхаем, либо наслаждаемся, либо можем подремать, либо можем поработать, пообщаться с другими людьми, и просто очень скоро, без промежуточных остановок, с минимальной затратой энергии, времени, ресурсов, мы уже оказываемся на нужной нам станции, при том, что мы даже нигде не останавливались, всего один раз разогнались, с очень быстрой скоростью, в 150 км в час, абсолютно комфортно, переместились и один раз всего затормозили, то есть на все затрачивается самый минимум энергии, суперэффективно, просто гипер-ультраэффективно, и это делают люди вместе, подумайте, хотите ли вы иметь действительно такой полезный транспорт для пассажиров внутри города, но если посмотреть на другую сторону, это же будет наш бизнес, это уже есть наш бизнес, а бизнес в себя включает еще одну составляющую, кроме пассажироперевозок, это грузоперевозки, и вы представляете, Анатолий Эдуардович все изобрел так, что он все части от самого начала до самого конца и для грузовых перевозок тоже подходит с наилучшими характеристиками, то есть от момента контакта других транспортных средств до наших транспортных путей и в обратную сторону, то есть всего того, что вы видите сейчас с огромными затратами, там, где за все платит сам потребитель, за каждую минуту простоя в этих вот доках, за эти создания этих складов, этих портов, куча расточительства, там, где его не надо. Как только вы посмотрите технологии Анатолия Эдуардовича, у него все гениально, просто сделано, минимум ресурсов, все в природных технологиях, то есть просто смотрим, как живет природа, и на ней все, что нам необходимо, даже лучше, чем сейчас, выстраивается очень быстро и легко. Так, например, наши порты могут строиться вот здесь, вот на шельфе моря. Минимум ресурсов. Вот здесь то, что вы видите, огромное количество ресурсов, просто невероятное. Огромное количество средств наших, наших уже времени, кровью и потом отработанных, потому что это наши средства. Наши средства государство тратит на то, чтобы делать что-то неэффективное. Давайте возьмем это в свои руки и сделаем ажурные конструкции, которые будут более эффективны через весь этот порт, в которые будет приезжать транспорт вот сюда, выгружать сразу на наши юниконты любого рода контейнеры с грузом, и они будут доставляться и отправляться в нужный город, в нужное место, мгновенно практически, без всяких вот этих застоев, перемещений, ожиданий. Просто он только сгрузился, он уже в пути до потребителя. То есть вы представляете, какое количество действий, оплат мы просто будем исключать, их не будет. А значит, каждый товар в грузоперевозках, который мы получаем, заказываем и используем, будет стоить дешевле. И конечный потребитель, до которого доходит эта огромная сложившаяся чина, сам себе отрубит вот эту цену, вот эту цену, вот эту цену, вот эту цену, вот эту, и останется только самое эффективное. То есть люди, взяв под контроль транспорт, тем, что хотят и участвуют в его развитии, просто кроме того, что будут прибыль получать со всего этого, так еще и меньше будут тратить в аэропотреблении, когда мы так много всего используем в нашем мире. То есть перед нами, дамы и господа, стоит огромная возможность и задача. Этот мир из неэффективного и расточительного сделать просто фантастически потрясающим. И самое главное, убрать главные проблемы, которые касаются каждого. Ведь люди могут сделать вместе то, что не могут сделать другие, потому что это не в их интересах, это только в наших интересах. И для того, чтобы это изменить, нам необходимо осознать, что есть важные проблемы. Перезагрузка транспортных путей для всех. Есть у вас транспорт или нет? И отсутствие безопасности. Потому что, если вы выходите из своей квартиры или дома, вы участвуете в этом первом уровне, в передвижении на нем. И значит, на вас эта опасность тоже распространяется. Поэтому транспорт весь нужно с этого первого уровня убрать на другие уровни, на разные, ажурные, легкие и экологичные. А весь первый уровень оставить нам, живым. Ведь первый уровень, он живой у нашей матушки планеты. Поэтому эти две проблемы мы осознали и можем решить. Уверен, что для вас тоже, как и для меня, все взаимосвязано. И вы понимаете, что, во-первых, это касается каждого, а во-вторых, изменить это просто, когда мы вместе. Но продолжим дальше. Наша планета серьезно страдает от наших технологий. И даже уже, если раньше кто-то мог игнорировать, что происходит с флорой, что происходит с фауной, хотя они уже такие же живые, как и мы, такие же действия, передвигающиеся, с той же кожей, с глазами, с артами, с конечностями, то сейчас мы видим уже точный пример на таких же людях, как мы. Просто, может быть, в другом уголке планеты. Людям негде жить, нечем дышать, и они в постоянной опасности. Мы видим, как технологии и особенно транспорт, которым мы пользуемся всегда и везде, все 8 миллиардов, нам он перестает быть эффективным и полезным. Он становится нам врагом. Подумайте, наша технология, которую мы создали себе для пользы, становится нашим врагом. Что-то вышло из-под контроля. И поскольку это все чье-то, там не хотят это менять. Все получают свое благо, невзирая на то, как страдает общность. А мы, то есть это мы, народ, и все остальное живое, флора и фауна. И получается, что здесь флора и фауна, она ничего не может сделать с этим происходящим, с этими владельцами существующих негативных уже технологий. И только остается народ. Он единственный, на кого это больше влияет, и он единственный, который может это изменить. И я уверен, что народ, сами люди, человечество, оно не хочет такого неба. Да и не хочет таких устарелых технологий. Ведь как выглядят наши транспортные системы, и как выглядит это. Загрязнение окружающей среды с помощью нашего транспорта, это одна из вещей, которые каждый уже чувствует на себе. На воде, которую пьют, на еде, которую употребляют, на нашей одежде, на нашей жизни в этих городах и между ними. Загрязнение окружающей среды всюду влияет, и мы можем либо поддерживать то, что сейчас происходит, либо давать жизнь альтернативам. А мы видим, что альтернативы действительно есть. Да и можно просто посмотреть на нашу планету. Весь первый уровень, он живой. Он развивается, меняется. Где-то барханы переносит справа налево, где-то наводнение сносит дороги, где-то обледенение, где-то снег постоянный либо частичный. Все живое. И этот первый уровень, на нем что-то стабильное делать, кроме наших крепких домов, ну, просто неразумно. Мы сделали, оно снесло. Мы сделали, оно снесло. Плюс все это изменение в старых, традиционных технологиях, оно сосет из нас нашу энергию, наши ресурсы, то есть отождественную энергию. Мы время на наши усилия умножили и получились ресурсы. И они постоянно поджираются, постоянно угнетаются и откуда-то цапаются. Для того, чтобы ремонтировать неэффективные дороги. Хотя мы просто берем и выносим на второй уровень дороги и все. У нас весь первый уровень прекрасный, чистый, спокойный, безопасный. А транспорт с минимальной затратой максимально... Представьте, до 15 раз, не на 15%, а до 15 раз, в 1500% можно меньше электричества тратить на такое же пассажироперемещение либо грузоперемещение. Стоит только посмотреть на новые технологии. Поэтому, дамы и господа, без вашего изучения другие люди не смогут узнать, потому что до многих просто информация не доходит, они еще спят крепким сном и думают и верят, что они ничего не могут изменить в этом мире. То есть, есть действительно люди, которые не верят в свои силы, не верят в то, что люди, объединившись, могут так сильно менять мир, что можно действительно сделать рай на нашей планете. А мы действительно можем это сделать. Причем, мы с успехом это уже делаем. Дамы и господа, если бы вы видели, какое в нашем Unit Skystream Technology Innovation центре в Шарджи экологический дом, первый деревянный эко-дом в Объединенных Арабских Эмиратах, сделанный по технологии, только Юницкому разрешили из дерева делать, там вообще противозаконно делать, потому что это очень опасно. Но, как Юницкий это изобрел, ему разрешили. И сейчас этот цветущий рай, ты просто из пустыни, можно сказать, выжженный, везде песок, огромная жара, прям подъезжаешь к нему, тебе уже дышать начинает становиться легче, потому что экосистема выстраивается возле этого здания, там все цветет, там оно почти полностью зеленое. Наши технологии вместе с природой, вместе, взаимосвязанно, врастают и объединяются. Ты заходишь внутрь, ты попадаешь как будто в умеренный климат, а ты секунду назад был в пустыне, то есть с помощью природы мы создаем рай где угодно. Также природа на себя тянет холод и там, где похолоднее, природа может утеплять, увлажнять. Там, где жарко, она может на себя брать тепло, расти, развиваться, а нам давать более комфорт. То есть технологии необходимо изучать для того, чтобы понять, насколько это просто и хорошо. Например, как на примере этого слайда. С помощью технологий и достаточно длительного изучения вопросов Анатолий Эдуардович смог создать самую эффективную форму, потому что он посмотрел, а с чем, куда мы тратим энергию? Мы тратим энергию на перемещение, на сопротивление при перемещении, а на сопротивление всему окружающему. С воздухом сталкиваемся, едем машинами по асфальту, тратим много энергии. То есть при скорости 60 км в час 30% энергии затрачиваем только на перемещение. Не на саму полезную работу, а на другие какие-то сопротивления. А при скоростях 300, которые нам больше сейчас нужны, 90% всей энергии, которая вырабатывает двигатель внутреннего сгорания, мы тратим на соприкосновение шины трения, на сталкивание с воздухом, на экранный эффект снизу нашей машины из-за сплошного полотна. То есть все так завихаряется, что мы притормаживаемся. Но Анатолий Эдуардович сделал суперформу и вытянул на второй уровень наш транспорт и сделал полотно не сплошным, а два отдельных рельса. И теперь идеально раздвигая воздух, а не сталкиваясь с ним. Воздух идет с каждой стороны и сбоку, и сверху, и снизу, не сопротивляясь, не делая экранный эффект. И сзади нету такого завихрения, нету такой турбулентности, как у наших автомобилей на первом уровне либо поездов. А воздух плавно уходит дальше. То есть получается, что мы максимально по форме к природным, для того, чтобы не сопротивляться ей, а быть на уровне, во благе, вместе с ней. И получается, что в 8 раз быстрее, чем самые быстрые транспортные средства. Например, Бугатти Вейрон. Для двоих людей стоимостью 2 миллиарда долларов или 3 миллиарда долларов сейчас последний. А мы здесь передвигаемся быстрее, чем эта машина. И не только мы, но еще 6 человек. И не только вместо 2 человек 6, так еще и 2 огромных багажных отделения. И еще и в 2000 раз безопаснее. настолько уникален наш генеральный конструктор, что смог все это придумать, сделать, изобрести, улучшить и сейчас с нашей помощью реализовывать. Это наше будущее, дамы и господа, которое мы делаем вместе. И главная проблема большой расход энергии. Он тоже есть, но его тоже можно решить. То есть получается перед вами сейчас стоят проблемы, в которых я надеюсь у меня получилось объяснить, что это касается каждого, не в зависимости от того, где живете, на каком языке разговариваете, есть ли у вас различный транспорт или нету, или как вы много передвигаетесь. То есть это касается каждого. И самое главное, мы вместе можем изменять это в лучшую сторону. Как мы уже меняем, как полмиллиона человек уже меняют, но также и новые люди могут ускорить это изменение. И мы перестанем тратить кучу ресурсов наших же на выравнивание, сравняя, так скажем, сравнять с землей всю флору и фауну, как это жестко звучит, потому что мы действительно это делаем. Просто выгнать всех, выгнать всю флору и фауну и просто сделать ровно, потому что по-другому раньше традиционные транспорты, даже сейчас традиционные транспорты не могут быть построены. Потом все это нужно с кучей ресурсов в 10 слоев огромные затраты и долго сделать прямую дорогу и только после этого там поедет транспорт. А мы можем вот этого всего не делать, ведь просто вглядитесь, как это неэффективно и трудоемко. Это же трудно, прям выглядит трудно. А теперь посмотрите сюда. В одном месте, куда нам надо свая определенная, анкерная опора, в другом месте анкерная опора, а между ними сейчас уже 400 метров, может быть километр, два километра, два километра вся природа остается живой, нетронутой, процветающей, живущей с нами, а мы с ней в полной гармонии и мы можем пользоваться благами друг друга. Но при этом у нас есть абсолютно ровный, стройный, ажурный, построенный за минимальное время и с минимальными ресурсами, прямой путь, очень эффективный путь, по которому очень быстро передвигаются транспортные, пешеходы, пассажиры, грузы в любом направлении. И мы никакого вреда не несем нашей правительности. Это даже выглядит просто. И смотрите, какая красота у нас осталась. Ведь так приятно смотреть на приятный, изменяющийся ландшафт живой. А как еще приятно там погулять. При том, что весь первый уровень тебе принадлежит нам, живому, флоре, фауне и пассажирам. Человеку, который делает этот мир вокруг себя, который меняет его. Дамы и господа, у нас в руках жемчужина. Как были те технологии, которые вы видели в начале нашей сегодняшней встречи, которые создали пятый технологический уклад. только эта технология гораздо шире, гораздо больше, гораздо прибыльнее и гораздо эффективнее и полезнее для всех и вся. Представляете, какая магия? Это действительно продолжение руки Творца. Когда мы своей технологической сферой, которая когда-то и еще сейчас является во многом вредоносной, мы меняем этот вектор с помощью Анатолия Эдуардовича и теперь начинаем двигаться в лучшую, в самую хорошую и полезную сторону. В сторону экологии, содружества, объединения, процветания, благополучия и изобилия. А теперь на секундочку задумайтесь. Это лишь первая, самая маленькая, самая земная и самая понятная технология из всех технологий Анатолия Эдуардовича, которые уже научным миром подтверждены и, так скажем, он получил уже награду премию мира в Братиславе в Словакии за всю серию его технологий. И мы сейчас показываем, кроме этого, что все его технологии очень быстро, за пять лет мы сделали столько, сколько государства могли делать десятилетиями. А мы, люди, объединившись, какая большая сила объединиться 500 тысяч человек в таком содружестве. Мы делаем очень быстро наше будущее. Ведь мы делаем не просто потому, что хочется. Хочется, конечно, новых скоростей, но как-то так об этом не задумываешься. Вот, хотел бы передвигаться быстрее. Но если посмотреть на проблемы, которые есть, и что мы их решаем, и еще и много плюсов делаем, то ты чувствуешь прям я хозяин своей жизни и не только своей, я еще и помогаю своим близким, своим родным, своим знакомым, своему дому, своему кварталу, своим городам, своим странам. То есть каждый из нас такое огромное влияние делает одним действием, изучением информации, взращиванием себя и помощи таким же осознанным людям в изменении всей нашей планеты и стороны не самой эффективной, где-то даже разрушающей, в сторону развития, благополучия, процветания. Я считаю, что это действительно достойно Творца. Человек, он действительно может двигаться как он, как рука Творца, если он ведет себя так же, как Творец, если он творит, и причем творит то, от чего только улыбки и счастье, от чего только польза и эффективность. То есть везде только плюсики, 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 все в улучшении. И так и характеристики нашего транспорта. По сравнению со всеми видами традиционного транспорта, мы везде выше, на несколько плюсов, на несколько десятков плюсов лучше. И если вы посмотрите и взвесите, в каждом традиционном транспорте есть минусы, а во многих просто огромные жирные минусы, а у нас нет минусов, только плюсы. То есть представляете, насколько уникальная технология, что везде сделано как для природы и для живого, только плюсы, а минусов нет. За это спасибо Анатолию Эдуардовичу Янискому, гениальному инженеру, который объединил вместе людей, который стал первый в перетягивании этого серьезного каната нашей техногенной сферы нашего детища в сторону действительно процветания, а не угнетения. Мы видели на некоторых слайдах буквально 10 минут 20 назад, что происходит с нашей флорой, фауной, и как выглядит это идеально, когда новые технологии. И поймите, только в наших силах это изменит. Только сам народ может это изменить. самая движущая и мощная сила. И именно поэтому мы уже 14 этап заканчиваем. Потому что мы объединились и несмотря на кто бы что не говорил, кто-то проснувшийся, либо от отрицания все время не получится, не сделает, не будет ездить, людей не сможет перевезти, вам не дадут. Все дают. На государственном уровне мы в разных странах уже достигаем такого успеха. Это дело уже не остановить. Потому что уже даже следующие дела, новые проекты идут в разработку и скоро мы все о них узнаем, потому что они будут множиться, реально, как и все благо, будет умножаться. И кто бы не стоял против нашего развития и процветания на нашей планете, чтобы сделать рай, эденский сад на нашей планете, мы перетянем, нас больше. И кто бы какими ресурсами не владел, все люди владеют всеми ресурсами на нашей планете. И чем больше наших единомышленников из самого народа, мы этот коня серьезно перетянем в свою сторону. Мы перетягиваем его уже сейчас тем, что сделали, тем, что вы видели. И компания Sky World Community это как раз та компания, которая объединяет творцов, объединяет единомышленников, объединяет осознанных, проснувшихся людей, которые верят в собственные силы, верят, что они могут вместе благом менять в сторону блага. И таких уже полмиллиона человек. И мы продолжаем расти. Так что стоит, наверное, и поизучать, что же такое Sky World Community, что же это за компания и содружества таких людей, которые влияют на всю планету, представляете, 220 стран и регионов мира уже объединились вместе, люди оттуда. Особенно на фоне той политической ситуации, которая сейчас есть, нет плохих наций, плохих стран, если бинарно смотреть, плохое и хорошее. Есть такие люди, но в каждой стране, в каждом городе, в каждой нации, в каждой религии, в каждом народе есть вы, дорогие дамы и господа, которые любят в первую очередь, любят жизнь и делают все, чтобы эта жизнь процветала. Так вот, эта компания именно такая, которая любит жизнь и делает так, чтобы она процветала. Поэтому, дамы и господа, заходите, пожалуйста, на веб-сайт skyway.capital, ищите Skyworld комьюнити на ютубе, на разных языках. Для любого из 25 языков уже есть переведенная страница нашего сайта. Вы можете прийти и получить личный кабинет без любых обязательств, без любых ограничений. Просто зарегистрироваться на почту две минуты, и у вас есть личный кабинет, где есть вся информация, как вы с компанией Skyworld комьюнити можете менять этот мир, можете объединяться, и те факторы, основные, побуждающие, которые вам позволили досмотреть эту встречу, эту презентацию до данного момента, действительно все из них вы можете улучшить, взрастить, сделать их больше и процветающими. И все это с компанией Skyworld комьюнити. Поэтому мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль по потенциалу не уступающую таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная. Этот проект, эта технология сейчас самая необходимая и актуальная, что сильно поменяет жизнь на нашей планете для всего живого, не только для человека. И даст ему такие возможности, что дальше нам будет развиваться все легче и легче, понятнее и понятнее. Ведь как только мы закончим 15-й этап, для всего мира станет ясней, что нет ничего мощнее, чем народ. Что народ гораздо объединеннее, мощнее, чем какие-то государства и их объединения. Ведь народ не разделен никакими границами. Они вместе, они живы, и они в одном доме. Планета земля. И мы делаем будущее. Мы уже его сделаем и делаем и сделали, поэтому мы его осуществляем прямо здесь и сейчас. И каждый из вас важен в этом движении. Ведь все просто. Супер гибкая технология, супер проработанная, которая пойдет в любую страну, в любую температуру, в любую местность под предводительством Анатолия Эдуардовича Енисского и его уже огромной команды. Заходите, пожалуйста, на этот сайт unitsky.engineer и вы узнаете больше о том, что же это за потрясающий человек, который смог объединить такое количество единомышленников ради благополучия всего живого. Но и не забывайте, что поддерживая эти технологии, вы становитесь совладельцем данных технологий. И с каждого проданного километра трассы, с каждого проданного подвижного состава, с каждого адресного проекта, мы каждый год будем получать свое вознаграждение за нашу дальновидность, за наше желание жить в раю, а не в аду, где дымит все и не видно чистого голубого неба, а наоборот, где все цветет, где все быстро, чисто, безопасно, эффективно, где все фантастически. А мои господа, перед вами будущее. Подумайте, хотите ли вы быть частью этого будущего? если хотите, то у всех еще есть пятнадцатый этап для того, чтобы стать частью этого самостоятельно и поделиться со своими близкими, любимыми, родными, единомышленниками, либо любыми, даже незнакомыми людьми, которые способны либо брать ответственность за жизнь на этой планете, за всех, как хозяина, как творца, либо которые действительно интересуются в развитии, те, кто хотят развивать человечество. Все это вы сможете найти здесь. Будущее в наших руках. Давайте сделаем нашу планету такой, чтобы на ней хотелось родиться. А я буду помогать вам доносить эту информацию и объяснять, как все это совместилось и работает вам и вашим близким. с вами был Артем Курбанов из города Даугавтаса из Латвии. И надеюсь, сегодня ваша жизнь стала немного, а может и много лучше. Давайте будем объединяться, становиться вместе, двигаться и делать эту жизнь такой, чтобы с утра с улыбкой просыпаться и скорее вставать, жить на нашей прекрасной райской планете. С вами была компания Sky World Community, которая меняет жизнь в сторону рая. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы, улыбайтесь как можно больше и дышитесь вы лучше. До новых встреч. Улыбок. Улыбок. Редактор субтитров